Всем еще раз здравствуйте! Рассматриваем вопрос Елены. У меня было несколько человек, которые задавали вопросы не о себе, о своих детях. Собственно, я уже свое мнение по этому поводу говорила, поэтому мы глубоко копаться не будем. Но чтобы вы знали, по причине того, что дети взрослые, у них своя жизнь, и это несколько, знаете, неправильное даже, я бы сказала, вмешательство в чужую жизнь. Получается так. То есть, когда мы спрашиваем за себя, это все немножечко попроще. А когда мы спрашиваем за других, если еще очевидных проблем таких нет, а есть только беспокойство, то это, соответственно, накладывает определенный отпечаток на весь расклад, и тоже карты могут рассказать только то, что, знаете, вот хотят они, а не то, что спрашиваете вы. Вот. Значит, Елена у меня спрашивает, как сложится жизнь моей дочери и зятя? Они уехали жить в Турцию, то есть они живут в Турции. Ну, может, вопрос детей тоже, знаете, тоже не интимный вопрос. Это, я думаю, надо у них спросить, будут ли у них дети, да? Вот. Ну и узнать, естественный путь или ЭКО, это уже, конечно, вообще, можно сказать, за пределами, да, какого-то. Я думаю, если вот ваша дочка бы ко мне обратилась, вот я бы тут, может быть, посмотрела ответ на этот вопрос. Давайте мы посмотрим просто на перспективы жизни вашей дочери и вашего зятя в Турции, как у них просто все будет складываться. Если же мне карты покажут по поводу детей, я вам, конечно, это озвучу. А так эти вопросы я принимаю сугубо только от самих людей, вот, по причине того, что это их как бы боль, их печаль, действительно. А вы как вот мама, как бабушка в будущем, я думаю, наверное, вот за своих детей переживать должны в большей степени. Ну, а остальное это по воле высших сил, вот. Значит, давайте посмотрим, как же сложится жизнь у дочери Елены и ее мужа в Турции. Ну, вот видите, королева Жезлов здесь выпала с ребеночком, наверное, все же будут у них дети. Правда, не знаю, какой уж там путь, да, это однозначно, что она выпала, дочка ваша, самой первой карты. Может быть, это желание большое детей, может быть, действительно, будущим ребенок. Вообще, королева Жезлов, конечно, она не говорит в прямом понимании вот карт о детях. Ну, так или иначе, здесь оракульная колода, я могу предположить, что эта карта может показать ребенка. Вот, в дальнейшем, ну, во-первых, они будут вдвоем, однозначно. Единственное, что может быть, между ними будут какие-то, ну, так скажем, не то чтобы размолвки, да. Двойка Жезлов, это такое желание, знаете, планов. И, возможно, планов у каждого как-то они будут немножко расходиться, потому что между ними так или иначе зеркало. Это родные люди, как правило, часто бывают даже братья и сестры, вот показывают, да, вот по этой карте. Но так как они муж и жена, могу предположить, что, конечно же, это они. И у них, конечно, может быть планы, кто-то больше может хочет, вот как там, да, вот на первом плане ребенок. А муж, может быть, хочет немножечко другого, либо, ну, перспективы у него какие-то. И за счет этого могут быть какие-то у них размолвки, да, ну, такие, что не рассоединяют их так или иначе. Но, тем не менее, говорят о том, что, ну, возможно, в отношениях не все гладко. Но по Жезлам это все равно такая, знаете, наверное, будет способствовать их укреплению в дальнейшем. Ну, будем надеяться. По факту, по итогу, конечно, все будет неплохо. Вот карта, которая выпала у нас в предыдущем раскладе, выпала и здесь, она говорит, конечно, об такой стабильности. В большей степени, наверное, у женщины как-то, опять же, она вот с кем-то тут, обратите внимание, да, с лебедем. И просто такой же беленький он, вот как ребеночек такой. Я очень рассчитываю, конечно, что всегда люди, которые чего-то очень хотят, они этого добьются. Тем более все, что касается семьи, детей, это ведь такие замечательные вопросы. Ну, если в большом понимании, да, это действительно здорово. Когда ребенок, это мечта многих. Ну, так или иначе, что мы уточним? Уточним просто, наверное, по итогу, да, вот, что же у нас дети-то или не дети. Ну, видите, вот, борьба будет за ребенка, то есть будет она бороться. Как там будет, что там будет, я, честно говоря, не знаю, но это все не так просто. Этот вопрос не так просто, там, может быть, поэтому вы спрашиваете про ЭКО, да. Будет бороться, будет, ну, вот видите, здесь же, да, видно, что один там, да, вот как-то недоволен, другой вроде как будет бороться за ребенком. Мир. Ну, будет, знаете, что, наверное, вот по Турции, да, что может быть желание вернуться, будет какое-то желание. Все же, несмотря на очень хорошую жизнь, так или иначе, да, у человека вроде мир перед ним открыт. Там в Турции, я не знаю, как у нас вроде бы как бы посвободнее, да, перемещение. Ну, опять же, видите, мир все равно, хоть он и открыт, но есть какие-то препятствия. То есть мир, аркан завершающий, может быть, захочется вернуться даже им. Ну, а так, в общем, да, десятка. Ну, да, сложные. У них какие-то, наверное, будут в отношениях, может быть, не такие простые отношения. То есть для них это тоже, наверное, испытание, это поездка, переезд, житье там, да. Она, возможно, не так все там хорошо, вот карта брака, да, здесь, точнее, не карта, извините, цифра брака, да, вот выпадает пятерка. Она очень часто говорит о том, здесь завершение, здесь, да, завершение. То есть, возможно, захочется действительно как-то оттуда убежать даже. Вот так, вот не знаю, по какой причине. Может быть, там какие-то сложности в амбициях, у каждого свои планы, в реализации своих целей будет. Ну, давайте по итогу, наверное, все же дадим совет тому, кто спрашивает. Поэтому я даю вам совет. Да, ну, тут совет такой, конечно, туз мечей говорит о том, что, ну, такой резкий совет, я бы вам сказала, что все же, наверное, вам стоит направить свои мысли в большей степени на какие-то свои планы, на себя, да, потому что, ну, туз мечей, знаете, карта неоднозначная. Вообще все тузы, это всегда шансы. Шансы они всегда есть, но это, знаете, в таком большее. И наши мысли не всегда исполняются в том случае, если мы их направляем в нужное русло. И, по сути, ну, как вот, наши мысли становятся реальностью, да. Вот, ну, давайте попробуем, в чем же шанс, да, в какие мысли. Ну, вот, видите, на себя, на свое какое-то вот. Королева Пентакли. Вам нужно, конечно, в большей степени думать о себе, о своих каких-то жизненных целях, планах, возможно, работе, да, какой-то. Реализовывать свои мечты, свои желания. Они люди взрослые, я думаю, разберутся, они там не одни. Но я всегда так говорю, потому что в любом случае, как бы мы ни хотели за наших детей, жизнь это их, это их судьба, их преодоление, их стремление. И все будет, наверное, по воле Божьей, да, кто верит. Или по задумке высших сил. Потому что всегда что-то есть выше нас, то, что определяет, в конце концов, текущую нашу реальность и будущее. А мы, конечно, на это способны влиять. Я благодарна вам за вопрос. Я надеюсь, что немножко удовлетворило ваше любопытство. Ну, я думаю, что жизнь людей, она так или иначе, двоих людей, особенно в другой стране, не протекает без каких-то проблем. По поводу детей, я не знаю, борьба будет, человек очень хочет. По итогу какой-то хороший результат, да, по девятке Пентакли. Я слишком сильно не углубляюсь в карты в этом случае, потому что все же вопрос не о вас. Вот, я вам, если вы хотите, задайте свой вопрос о себе. Я обязательно приму его на следующий месяц. И, может быть, вам в чем-то смогу помочь больше. Вот, ну, так или иначе, я вам говорю спасибо за ваш вопрос. Говорю спасибо каждому, кто посмотрел это видео, кто поставил, может быть, плюсик, да, мне. Вот, и подписывайтесь, чтобы видеть свои анонсы, анонсы ваших живых раскладов. И в конечном итоге посмотреть, узнать что-то, спросить у Тара, возможности какие-то, да, нам даются. Здесь, конечно, вот, если посмотреть на дно колоды, да, это карты под, так скажем, основой. Они будут вместе, они будут сражаться с какими-то сложностями, может быть, и самими собой. Для них это тоже путь преодоления. Поэтому спасибо вам за расклад, за этот, потому что его бы не было, если бы не ваш вопрос. Спасибо вам за просмотр. Всего хорошего.